Девушки отдыхают Мы сегодня вот такую тему обсуждаем Не очень, в общем, не очень Такой популярный Горячая Ты скажи, участвовала когда-нибудь В подобных многогранниках К сожалению, нет, но К счастью, Лена, к счастью, наверное К счастью, наверное, да Наверное, да Я уверена, что все равно двое мужчин тебя добивались Уже, чтобы прям вот Это моя девушка И не двое, наверное, да Значит, ты участвовала в любом Девчата, у нас есть звонок в студии Давайте послушаем нашего гостя, что он нам расскажет Доброе утро вам Алло, здравствуйте Здравствуйте Алло, здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Лена Лена, ну расскажите вашу историю У меня история такая Я познакомилась с одним молодым человеком Который работал таксистом Ну, как бы, я раньше в юности Часто ездила в такси Потому что, как бы, родственники жили далеко Ну и сначала за день ездила А потом, как бы, подружились И он начал водить меня в сиплаз Ого! И до этого знакомства я сходила кандидатам-стажерам в МВД И также познакомилась с молодым человеком Ну, вот, общались чисто как дружили Гаишник и таксист Да Не совсем гаишник Ну вот, и получается, на самом деле, данный таксист Он потом стал работать в МВД Ой, как все тесно И получилось так, что, как бы, когда в один момент я одному из них позвонила И попросила занять мне денежки И приехала на встречу, и они стояли вдвоем И так получилось, что мы просто втроем встретились И оба ответственные дели от того, что мы все друг друга знаем И вы сказали Так, кто из вас займет мне больше денег Тот будет моим братом А остальное будет... Не, ну вот скажите, Лена, скажите, пожалуйста Вы все-таки до сих пор общаетесь Либо с таксистом, либо с МВД Да, мы до сих пор общаемся В принципе, сейчас у данного таксиста скоро будет свадьба Оооо, отпустила ты, Лена, своего таксиста Может, она сделала мой брат Это самое главное Спасибо за звонок Спасибо за звонок, да, вот такая откровенная история Слушай, круто-круто, а что не история, то прям первым Я не ожидала Ну, как в кино, да? Ну, значит, почему мы Лену пригласили? Потому что многие из мужчин телерадиокомпании «Аригус» тоже хочут поучаствовать Возможно, в любом из треугольников А у Лены как раз очень красивые девчонки, говорят, приходят на кастинг Лена, расскажи, что это за нововведение? Почему теперь телезрители будут выбирать того, кто будет работать на нашем телеканале? Ну, потому что нам очень важно их мнение И мы хотим знать, кого они хотят видеть в эфире На самом деле, про то, что ты говоришь, что были бы мужчины у нас в кадре, да? Это тоже очень интересная идея Поэтому лето – это время экспериментов Таких маленьких пакостей, да, шалостей каких-то Я так думаю, что не исключено, что, Валера, и ты попробуешь провести прогноз погоды Руководитель сказал, значит, так и будет, я чувствую Слушай, Лена, тогда я тебе тоже могу предложить, в общем, одно из мест в моей программе Кого хочешь, чтобы мы и тебя освободили? Ну, поговорим, обсудим Ну и сколько у тебя кандидатов? Четыре кандидатки Четыре девушки Да, четыре девушки И они, в общем, ну, вот, кого-то из этих четырех Мы, телезрители должны Телезрители, да Каким образом? Все в руках телезрителей То есть нужно будет отправлять смс на номер 4647 со словом «Кастинг» Пробелы номер участницы У девушек есть такая возможность выходить в эфир с прогнозом погоды То есть вчера стартовала первая девушка Олеся Олеся Жабалова, которую мы увидели вот утром Хорошо, а кто еще? Ты помнишь, как зовут девчонок? Да, конечно Чтобы рассказать, кто это будет Под номером 2 сегодня Под номером 2 сегодня будет выходить Шульгина Валерия Так, красивое имя Завтра Малыгина Ильина и Пантина Олеся Если вы, друзья, узнали из своих, ну, знакомых, своих девушек То голосуйте номер еще раз 40 4647 Слово «Кастинг» Пробел и номер участницы 1, 2, 3 или 4 Да, да, да Более подробно можно посмотреть на нашем сайте Я знаю, они в течение двух недель должны будут вести программу Да, да, да Так что у вас есть возможность увидеть их и проголосовать за них А у нас сейчас ролик в тему История о необычном треугольнике, которое происходило в США Смотрим Друзья, ну, самое главное Ведущий прогноз за погоду должен знать о родимый край Город-герой Улан-Удэ и близлежащие регионы Прямо сейчас мы решили провести небольшое соревнование между Еленой и Саюной Да Которая тоже любит Республику Бурятия Как обычно Валера все время нас испытывает Девочки, значит, задание будет такое Вы должны будете сейчас называть район Республики Бурятия И кто, значит, из вас назовет больше по очереди, да? Ну, да Та и победила Ну, тогда начинает Лена Леночка, начинай ты Ну, давайте Кяхтинский Кяхтинский, хорошо, есть такой Кяхтинский район Пока на К Дальше, Лена Да, Ленгинский район Так, Бичурский Бичурский есть такой Ну, тогда тоже Б Баргузинский Хорошо Так, получается, Закаменский Есть Закаменский Закаменский, заиграешь Слушай, ты какая хитрая, а Да, она получается Буковство Ну, я просто Итого их около 20, 21, если я не ошибаюсь Дальше Так, поедем к тебе дальше Ну, Валера, подсказку в студии Буквы, ты первую букву Какую букву хочешь? Так, Баргузинский уже был у нас Да? Да А вот выше Баргузина Я родом оттуда Да На букву К На букву К? Крумка Есть Там самые талантливые люди Да, ладно Не знаю, не знаю Особенно очень много писцов Давай, ты теперь А ну К, ну К Кяхтинский был Брумканский Ну, тогда Вичурский был Муйский Ого Ничего себе С севера пошли Так, а что у нас на севере? Замахнулось Что у нас на севере? Ну, соответственно Северобайкальский Ну, северобайкальский Есть Так, я не знаю Какой еще Пять, всего десять Да, но еще впереди Еще десять Ну, хотя бы один еще Назови Прибайкальский Есть такой? Да, конечно Есть Прибайкальский район Северобайкальский Прибайкальский И... Ну, и давайте Саша нам скажет Еще один район А? Саша, откуда ты родом? Барбузинский Барбузинский уже был Ну, давайте Селингинский Вот, Селингинский Ну, и еще один Если Союна сейчас назовет Время Кого мы не назвали Потому что я думаю Что среди наших зрителей Есть Осталось еще Немножечко районов Называйте районы Пишите нам В нашей группе Все, что мы не назвали Ну, а мы прощаемся С Леной Леночка Мы тебе желаем Чтобы Выиграла Хорошую Выиграла Самую красивую И чтобы она была Такая настолько талантлива Настолько ты это делаешь На самом деле Взрители Наши дорогие телезрители Мы очень на вас надеемся У вас есть такая уникальная Возможность Поучаствовать в этом Давайте Отправляйте СМС На номер 4647 Со словом Кастинг Номер участницы Мы очень ждем Все И мы прерываемся На слово дня С Стояном Глассандаржиева